здравствуйте сегодня хочу выложить видео как можно облицевать керамической плиткой совмещено помещение ванны с туалетом все эти работы мне пришлось делать самому на то время когда я еще не занимался блогерством поэтому подробности как можно компактно обустроить это помещение видео у меня нет а со внешний вид будет отображаться в этом видео с некоторыми пояснениями здесь здесь каркас делается из оцинкованного профиля и дальнейшем на него ложится гвл это гипсоволокнистый лист он просто себя зарекомендовал в любых условиях эксплуатации его и в этом помещении как видим он не подвел по своим показателям назначения его его влажной среде аналогично верхней стороне и это боковая часть стороны также проделана сперва делаем каркас из оцинкованного профиля а потом обшивку его гвл ножки ванны тоже обшиваем в виде каркаса из профиля но без гвл все это потом идет под облицовку керамической плиткой вот так выглядит ванная после окончательной работы облицовки и керамической плиткой чтобы заполнить эту маленькую нишу тоже пришлось мне немножко похлопотать здесь сделал дополнительно подсветку для удобства проведения косметических работ сверху поставил вот такой зеркальный шкафчик а снизу пришлось подбирать тумбочку с раковиной по размеру это ниже шириной 48 сантиметров не стандартные стандартные раковины в основном идут другого размера в этом уголке пришлось подгонять по размеру полотенце сушитель вот так выглядит помещение в этой стороне богатые на углы вроде бы неплохо получилось заполняя их разными необходимыми предметами освещение сделано на два выключателя всего в этом небольшом помещении общей площадью около двух квадратных метров стоит три диодных светильника мощностью по 5 ватт каждый вот они по переменке так переключаются в этом углу из плитки с просверленными отверстиями диаметром 10 миллиметров стоит вентиляционная решетка которая прикручена на саморезы при необходимости в любое время ее можно снять здесь расположен сантехнический люк который открывается при нажатии на него вот так он выглядит с наклеенной плиткой закрывается тоже нажатием на люк фиксирующая защелка при нажатии фиксатора расположена на люке удерживает его от открывания здесь тоже такой же люк и здесь тоже надавливаем и защелка освобождается от удерживания фиксатора люка порой бывает что от первого раза не хочет открываться тогда нажимаем еще раз вот он и открылся вот так выглядит наша ниша оборудована под счетчики приборов и панели распределения потока воды по направлению здесь находится разводка водяного трубопровода по направлению здесь также находится вентиля для перекрытия потока воды распределяющим по помещениям и к подключенным прибором необходимых местах вот так выглядит эта ниша закрываем люк этого отсека одним нажатием он закрылся в этом месте расположена основная канализационная труба под нее пришлось сделать вот такой выступ тоже с оцинкованного профиля и облицовкой керамической плиткой забыл еще показать двойной люк который непосредственно идет крана перекрытия воды от центральной магистрали здесь находятся два крана перекрывающие горячую и холодную воду этой магистрали вот такой небольшой обзор ванной комнаты совмещенной с туалетом кто желает получать известия о добавленных мною новых и интересных видео то подписываемся на мой канал всем желаю успехов добрых начинаниях и наилучших завершениях их до свидания